1 сентября. День знаний. Московская школа номер 1287 хорошо известна в спортивном мире. Дело в том, что она является преемницей школы 704, которая за годы своего существования подготовила многих выдающихся спортсменов. Здесь обучались фигуристки Елена Водорезова, Екатерина Гордеева, гимнастки Алия Мустафина, Евгения Канаева, хоккеисты Павел Борей, Александр Могильный, футболист Игорь Акинфеев. Список этот можно продолжать долго. Столь высокий результат обусловлен тем, что на протяжении более чем 30 лет эта школа активно сотрудничала с Центральным спортивным клубом армии. У вас такая здесь красота, такая прекрасная школа. Вы такие все красивые. Тянитесь к знаниям, родители, любите своих детей, любите учителей, потому что учителя – это наше все. Они учат нас, учат нас жить. Хочется пожелать руководителям школы, преподавателям, всем участием, старшим, особенно первоклассникам, чтобы хорошо и внимательно слушали своих учителей, хорошо учили, и все у вас будет нормально. А старшим пожелать, чтобы продолжали славные традиции вашей любимой школы. То, что из стен школы выходят талантливые спортсмены, связано со спецификой образовательного процесса. Дело в том, что здесь с 1 по 11 классы обучаются воспитанники детско-юношеских школ ЦСКА, представляющих практически все олимпийские виды спорта. Меня туда привела бабуля. У меня очень хороший тренер Елена Николаевна. Очень хорошие ребята в школе, в группе. Славные традиции школы продолжаются. Знаменательно, что многие ее выпускники сегодня приводят сюда своих детей. Я занималась фехтованием. Занималась с 97-го года я пришла, даже с 96-го года я пришла в фехтование и пришла сразу же в эту школу. Прошло уже достаточно много лет. Теперь я сюда привела своего сына, потому что если родитель хочет совместить хороший уровень знаний и также с спортивными увлечениями, будь то профессиональными или непрофессиональными, школа очень хорошая именно эта, потому что, конечно, режим и распорядок подстраиваются под спорт. Возможно, среди этих ребят есть и будущие олимпийские чемпионы. Их имена, сегодня известные только учителям и одноклассникам, когда-нибудь будут греметь на весь мир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!